В эфире информационная программа события. Здравствуйте в студии Айгузи Ганшина. Шибку будут охранять. Власти Самар договорились об этом с собственником и банком-залогодержателем бывшего кинотеатра. Напомню, владельцем здания является компания-премьера, в отношении которой ведется судебное разбирательство по делу о банкротстве. Шибка и земельный участок под ней находятся в залоге у банка открытия. Во время субботника, в котором принял участие глава администрации Самара Олег Фурсов, из здания был вывезен мусор, демонтированные осколки стекол из разбитых панорамных окон. На собственника составлено протокол об административном правонарушении за ненадлежащее содержание фасада и прилегающие территории на сумму 80 тысяч рублей. Составлена смета на проведение консервации и обеспечения безопасности объекта. Она предусматривает укрепление конструкции здания, блокирование входов, ограждение строительной сеткой. Работы должны быть проведены в течение 10 дней. Также город продолжает переговоры о выкупе здания в муниципальную собственность. Сейчас стоимость проблемного объекта снижена на треть до 60 миллионов рублей. Начальником ГИБДД Самары назначен Андрей Карпачев. Ранее он занимал должность заместителя начальника отдела. Алексей Мартынцев, возглавлявший ГИБДД Самары с мая 2014 года, перешел на работу в ГИБДД области. Лучшие работники области получили заслуженные награды. В столице региона подвели итоги конкурса «Профессионал года». Участие в нем могли принять представители всех трудовых профессий среди победителей, строителей, врачи, дворники. Финалистами стали 66 представителей различных профессий. На страже чистоты города Нина Афанасьева уже больше 30 лет. Профессию дворника выбрала, потому что график был удобный. Оставалось время на воспитание детей. А когда дети подросли, просто не смогла оставить территорию без присмотра. Пусть даже выходной, пусть и праздник, я все равно иду. Не запускаю свои участки. Чтобы люди шли и радовались. Будет здоровье, пойду на пенсию, все равно буду работать. У Нины Александровны на работе не бывает авралов. В сильные снегопады и к весенней уборке двора подключает своих близких. Если зима начинается, уже прошел снег, так она с утра, с шести утра работает с метлой. Приведет связь своих родственников, если это просто заносы огромнейшие. И они все убирают, убирают, убирают. Чтобы не случилось, работать нужно по совести, считает Нина Афанасьева. Такой ответственный и душевный подход к труду замечают и жители домов. Они с удовольствием помогают в озеленении газонов во дворе. Оценили по достоинству труд дворника, управляющий компанией «Жилищно-коммунальная система» и областные власти. Нина Афанасьева в числе победителей конкурса «Профессионал года». Также финалистами конкурса стали два слесаря «Сантехник», управляющие компанией «ЖКС». Губернатор Николай Меркушкин вручил награды лучшим работникам области. Я хотел бы вам еще раз в этом большом зале сказать слова огромной благодарности за ваш профессионализм. А есть и молодые люди, есть люди, которые уже много лет проработали, десятки лет проработали. Рад вам новых успехов и гордо несите, что знали перед река профессионала по своему дальнейшему жизненному пути. Люди, про которых говорят золотые руки. Слесари, токари, медсестры, работники пищевой промышленности и ЖКХ. Победителями в областном конкурсе «Профессионал года» стали более 60 человек. Лариса Шлафас, Дмитрий Межконцов. События. По традиции, 1 мая в Самаре пройдет митинг и шествие, посвященное Дню весны и труда. Колонны проследуют по центральным улицам города. В связи с этим с половиной девятого утра до двух часов дня в центре Самары будет временно ограничено движение транспорта, за исключением спецмашин и машин с пропусками. Кроме того, с шести вечера 30 апреля до трех часов дня 1 мая будут ограничены остановка и стоянка личных автомобилей по улице Малдогвардейская от Полевой до Вилоновской, Красноармейской от Галактеновской до Куйбышева и также на улице Куйбышева от Венцека до Вилоновской. Кроме того, изменится маршрутная схема автобусов и троллейбусов. Ограничения не коснутся только наземного электрического транспорта. У водителей трамваев нет времени на долгие остановки. Этим летом Самара примет всероссийский конкурс мастерства среди представителей этой профессии. Продемонстрировать свои умения в областную столицу приедет порядка 100 лучших водителей со всей страны. Кто будет представлять Самару, определит городской конкурс профмастерства. Три неправильно отвеченных вопроса это упражнение считается невыполненным. Вводный инструктаж перед экзаменом. В правилах дорожного движения Зульфера Резванова как рыба в воде. Водителем трамвая работает 7 лет. Несмотря на опыт, уровень старается повышать регулярно. Не раз принимал участие в конкурсах. Признается, для опытного водителя испытания несложные. Самая коварная трасса. В принципе, это наша работа. Мы ездим каждый день. Но тут, я не знаю, может быть, волнение сказывается. Может быть, еще что-то. Но трасса, она самый сложный этап. Кроме теории и практики вождения, участникам городского конкурса нужно сдать приемку подвижного состава и продемонстрировать культуру обслуживания. Всего 5 экзаменов. В финале городского конкурса профессионального мастерства принимают участие 9 лучших водителей. Для водителей это очень важно, потому что, во-первых, это рост в профессиональном мастерстве. Это стимул для водителя повысить классность. Это дает популяризацию специальности, как водитель трамвая. Победитель городского этапа примет участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства водителей трамвая. Он пройдет этим летом в Самаре. Лариса Шлопаст, Максим Гусев, События. На проспекте юных пионеров заложили аллею ветеранов и молодежи. Школьники вместе с участниками Великой Отечественной войны высадили саженцы рябины и сирени. Каждому дереву присвоили имя ветерана. Такая работа для ветерана Великой Отечественной Владимира Тюмерова не в диковинку. Он дачник со стажем. В свои 92 года ловко управляется с лопатой и с удовольствием передает опыт молодому поколению. Самое главное, чтобы правильно посадить. Вот где это самое, не глубоко и не высоко. Вот так вот. Вроде бы мы так правильно сделали. Но ухаживать, конечно, поливать. Школьники мотают на усы, работают и между делом слушают фронтовые истории. Но и сами могут рассказать про своих прадедов. Война коснулась каждой семьи. Даниил Алексеев гордится своими дедами. Двое из них погибли в битве под Москвой. Двое вернулись с фронта. Мой прадед совершил подвиг 30 сентября, как раз когда у меня день рождения. Через реку он на лодке протягивал провод, связи. И все это было под обстрелами немцев. То есть пробили лодку, она уже начала затопляться. Но все-таки успел доплыть до другого берега и наладить связь, потому что связь была очень важная. 24 именных дерева. И каждое названо в честь одного из ветеранов войны, проживающих в Кировском районе. Рябина как символ мира, сирень как символ поведы. При школе номер 168 ученики вместе с ветеранами сажают аллею ветеранов и молодежи. Это очень символично, потому что это как связь поколений. Вот вас, ветеранов, и подрастающего поколения. Потому что вместе с деревенью будут расти они. Они получат знания, здесь останутся в нашей малой родине. И будут делать все для того, чтобы наш Кировский район, чтобы город Самара становился краше и чище. За аллеей ребята обещают ухаживать, чтобы рябина и сирень цвели на радость горожанам и напоминали о подвиге соотечественников. Марина Матвеевшина, Константин Головин, События. Яблоневая аллея Победы появилась в советском районе города. Испокон веков яблоня была на Руси символом спасения. В канун 70-летия Победы сажали молодые деревья. Лицеисты также вместе с ветеранами. А заодно слушали рассказы о героических подвигах. Яблоневый сад раскинулся на пересечении улиц Днепровской и промышленности. В лицее созвездия каждый год по весне сажают деревья. В этом году в честь юбилея Победы на праздник пригласили ветеранов Великой Отечественной войны. Участник битвы на Курской дуге Константин Стычков все делает с удовольствием. И яблоню сажает, и истории школьникам успевает рассказывать. Немцы, потерпев поражение под Москвой, под Саленградом, решили провести жестокий бой на Курской дуге. Уничтожить Красную армию, прорвать оборону, захватить Курск, Воронеж и с юга ворваться в Москву. Да мы приехали на фронт молодые, вот мне было 18 лет. Лицеисты посадили 10 яблонь. Всего же советский район за весну обогатится тысячей деревьев сорта «Спартак». Депутат Самарской городской думы Вячеслав Гришин уверен, что через несколько лет район наполнится прекрасным ароматом, а жители будут петь о яблонях в цвету. «Спартак» – это вообще, опять же, олицетворение силы, молодость, сила. Мне тоже хочется быть сильным и впредь, и передавать поколение, молодым поколениям, ту энергетику, которая, в общем-то, была присуща для ветеранов. Мы их специально пригласили и приглашаем. На территории учебного заведения уже сейчас большой сад из каштанов, ив и орешника. Яблони – это еще и добрая память, которую оставляют после себя выпускники. 9 мая для наших учеников – это священный праздник, потому что у нас в лицее есть музей «Курская битва». Естественно, так как у нас много детей занимается патриотическим воспитанием, мы бы хотели, чтобы эта аллея была как бы аллеей победы, напоминанием о вот этом празднике, который будет празднуться вечно. Следующей весной яблоньки уже начнут цвести, а через пару лет – и плодоносить. Ребята вспоминают восточную мудрость. Высадишь сад – будешь счастлив всю жизнь. Мариана Мирная, Сергей Баскин. События. В подготовке к празднованию 9 мая по всей стране принимает участие 80 тысяч добровольцев. Для этого создан Всероссийский волонтерский корпус 70-летия Победы. Школьники и студенты раздают георгиевские ленточки, сажают сирень Победы, оказывают адресную помощь ветеранам. Приходят к каждому, кому нужно помочь с домашними делами. Это вот можно сказать, что вот именно в мае 1945 года. Да, так кончилась война. А вы где? И вот мы начали. А вы где здесь, покажите? Вот я. А, то есть вы вот. Это я, да. А я твои, мои подруги. Часто альбомы пересматриваете вот эти? Часто. Я часто смотрю, грубо выражаю, другой раз и плачу. А потом все проходит. Ольге Степановне снова появился повод достать старые фотоальбомы и вспомнить прошлое. Добровольцы из волонтерского корпуса 70-летия Победы моют полы, протирают пыль, чистят ковер. Обычные хлопоты на девятом десятке жизни даются Ольге Степановне нелегко. Пока ребята наводят чистоту, ветеран делится воспоминаниями о войне. В штабе протолчала. Я все, говорю, за этой чертовой машинкой. Мне уже надоело. Девчонки идут на танцы вечером, идут в кино. А я сижу, тыр-тыр-тыр, печатаю. Работы было много. Потому что всякие приказы, указы. Я же полк, а то нашу три эскадриль. И я вечно торчала в штабе, плакала. В Самаре ветеранам помогают более 300 волонтеров. В основном школьники и студенты. О том, какая именно нужна помощь, узнают от соцработников. Чаще всего ветераны просят помыть окна. У самих уже на это нет сил. Однако главное в этих встречах – общение. Обязательно при встрече происходит общение. Так как волонтер приходит не только убраться, но самое главное поговорить с ветераном. Узнать, как его дела, чем он занимался во время войны. Поэтому живое общение – это одно из главных направлений. Я считаю, что современная молодежь должна об этом помнить и никогда не забывать. Ведь если мы будем помнить наше прошлое, у нас есть будущее. Адресная помощь – акция не разовая. Она продлится и после праздника Победы. Волонтеры обещают прийти к каждому ветерану, который нуждается в их помощи. Валерия Макарова, Алексей Золотенков. События. В преддверии Дня Победы ветераны Великой Отечественной, а также тружеников ТЭЛа поздравили самарские спортсмены и представители культуры. Сегодня молодежь берет пример с поколения героев и тоже стремится к своим победам. Поклонимся Великим Тем Годам. Под этим девизом на площадку выходят участники фестиваля, название которого выбрано не случайно. Он посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и подвигам героев. Действительно надо поклониться. Поклониться за то, что мы имеем возможность учиться, что мы имеем возможность тренироваться, что мы имеем возможность защищать Родину теперь уже на спортивных аренах. На местах почетных зрителей – ветераны Великой Отечественной войны и труженики ТЭЛа. Когда началась война, Надежде Власовиц было всего 10 лет. Приходилось тяжело работать наравне со взрослыми. Нас со школы снимали с уроков. И когда нас посылали в колхоз, на машине увозили и заставляли картошку рыть, и все ведь для фронта, мы плакали голодные. Но когда на морковь, мы и радовались. Александра Покулева в те годы работала на заводе имени Фрунза, который выпускал самолеты. 14-летние отличницы доверили важную работу в вычислительном отделе. В цифрах Александра Петровна не путается и сейчас. Спустя 70 лет помнят даже, сколько было на часах, когда пришла радостная весть. Мы все удивились. В 12 часов ночи радио отключали. И вдруг Левитан в 2 часа ночи говорит, внимание, важные сообщения. Мы остановили машину, слушаем, что за важные сообщения. Левитан объявляет, что подписан договор о мире, что Великая Отечественная война закончилась. Мы все плакали. И сейчас у них наворачиваются слезы. Уж очень трогательный подарок преподнесли те, за чьи жизни они когда-то проливали кровь. Участники фестиваля отдали дань уважения и показали мастерство в танцах, хоровом пении и художественной гимнастике. Говорят, выступать перед ветеранами приятно и волнительно. Ветераны для нас сделали все. Благодаря ним мы можем заниматься спортом, жить, веселиться. Пример ветеранов, конечно, вдохновляет. Никогда не сдаваться. Всегда идти только вперед. Почетные зрители снова в долгу не остались. Отблагодарив участников фестиваля бурными аплодисментами. Алина Чемерис, Павел Баймаков, Алексей Золотенков. События. В одном из самарских дворов простой палисадник обзавелся дизайнерским ландшафтным оформлением. Цветная декоративная щепа оказалась хорошим способом приблизить время ярких цветов. Поработать над клумбой буквально под окнами редакции «Самаргиз» отправилась Анастасия Зубарева. Лес рубит, щепки летят, а потом становится основой ландшафтного шедевра. Людмила Туманова, оформляя дачный участок, обнаружила, что в Самаре материалы для создания клумб никто не производит. Пришлось заказывать из других городов и переплачивать за доставку. Так и родилась идея производить цветную щепу самой. Теперь в древесных породах Людмила разбирается не хуже любого дровосека. Елки не очень нам подходят. В плане подходит только ствол, потому что никаких мелких веточек, мусора не должно быть в щепе. Она должна быть красивая, презентабельная. Соответственно, нужна хорошая древесина. То есть тоже идет отбор. Открыть свое производство позволила победа в конкурсе «Мама-предприниматель». Ежегодно ученики Высшей школы международного бизнеса при экономическом университете борются за грант для старта своего бизнеса. Выиграть полдела, рассказывают специалисты. Главное – продержаться хотя бы первый год. Больше половины начинающих предпринимателей сдают позиции именно в это время. Тем более, что конкурсанты по регламенту – молодые мамы. Проект «Мама-предприниматель» является социальным, направлен на развитие предпринимательства среди женщин, которые находятся в декретном отпуске или отпуске по уходу за ребенком, как очень активной категории людей, готовых что-то делать. Уборка Самары практически завершена, и наш телеканал принимал в ней активное участие. Теперь самое время украсить чистые дворы зеленью и цветами. Мы решили разместить клумбы перед домом, где располагается наша редакция. Пришлось подключиться к посадочно-декоративным работам. Украсить клумбу декоративной щепой не так сложно, как кажется на первый взгляд. На самом деле занятие очень захватывающее, да и пахнет свежей древесиной очень приятно. Кроме того, эта щепа полезна для земли. Такую клумбу можно поливать раз в неделю, да и пропалывать особо часто ее тоже не надо. Появление чуда-клумбы местным жителям пришлось по душе. Очень хорошо, нравится, особенно приятно, что заботятся уважаемые горожане. О трудовом народе. Вы знаете, все, что красиво, все очень приятно и для души, и настроение поднимает. Сейчас клумбы радуют яркой расцветкой декора, но совсем скоро она покроется цветочным ковром. А когда подходишь к редакции, запах словно оказался в сосновом лесу. Анастасия Зубарева, Максим Гусев. События. Но, пожалуй, главная задача мамы быть именно мамой. Так считает Людмила Могилевич. Она воспитала шестерых детей. Материнскую доблесть жительницы Самары отметили на высоком уровне. Заслуженную награду женщина получила из рук председателя городской думы Александра Фетисова. Знак материнской доблести подписан нашим губернатором Николай Ивановичем Меркушкиным. За номером 21. Это наград, которым вы заслужили. Пять дочек и лапочка сыночек. Шутят Людмила и Валерий Могилевич про своих детей. Девочки умницы и красавицы. Сын спортсмен. На вопрос, откуда берутся силы на воспитание целой команды, Людмила Викторовна отвечает. По-другому жить просто невозможно. Бывает все, как и трудности, и бессонные ночи, особенно когда дети были маленькие, и быт, и все. Это все компенсируется любовью детей. Это все заменяет, и все трудности, и все это забывается, когда видишь своих деток, как они растут, радуешься их успехом, переживаешь за них. Медали «Материнская доблесть» вручают женщинам, родившим и воспитавшим пятерых и более детей. Бесценную награду Людмиле Викторовне Могилевич вручил председатель Самарской городской думы Александр Фетисов. Патриотизм в том числе есть и в материнстве. Он патриотизм с кастрюлькой, с кашей для детей. Патриотизм в бессонных ночах. Патриотизм, когда лечишь ребенка, который приболел. Подвиг матерей в областной столице запечатлят в скульптуре. В следующем году в Самаре появится памятник матери. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События. И у меня на этом пока все. Телефон редакции 202-11-22, наш сайт samaragist.ru. Читайте нас в Твиттер, скачивайте приложение, смотрите телеканал Самарагист на экранах смартфонов и планшетов. Всего доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале Самарагиз. В первом квартале 2015 года доля автокредитов в общем количестве продаж новых машин сократилась вдвое. Об этом сообщает агентство Автостад. В январе-марте банки выдали 50,5 тысяч кредитов на покупку автомобиля. Это на 74% меньше, чем годом ранее. Продажи легковых автомобилей за этот период сократились только вдвое, до 275 тысяч 400 штук. По мнению специалистов, сегмент автокредитования пострадал из-за нестабильной экономической ситуации в стране. Доля просрочки в автокредитовании за период составила 4,5%. Просрочка растет также из-за девальвации рубля и снижения реальных доходов населения. Но оно и понятно, людям не до машин. Федеральная антимонопольная служба признала решение региональных властей самостоятельно регулировать стоимость продуктов питания незаконным. По мнению ритейлеров, тем самым ФАС не позволила создать опасный прецедент для последующего введения госрегулирования цен. В частности, служба признала незаконными действия тюменских властей, установивших в декабре прошлого года, предельный максимальный размер торговых надбавок на уровне 15% к отпускным и оптовым ценам поставщиков на определенные виды продуктов питания. Я так понимаю, что теперь официально можно хоть 100% надбавку делать. И где же тогда защита граждан? Отели Болгарии снижают цены, привлекают туристов низкими ценами от 15 до 20 левов на человека с завтраком и ужином. К примеру, в трехзвездочном отеле на Золотых Песках можно отдохнуть за 15 левов на человека с завтраком и ужином. Детей до 12 лет в отеле заселяют бесплатно. Пятизвездочные отели предлагают заселение по 55-56 левов. Кстати, лев по курсу Центробанк стоит примерно 30 рублей. А на сегодня это все. Хороших выходных! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова